За будущее российской армии можно быть уверенно спокойным, судя по успешным результатам, спартакиады допризывной молодежи. 16 ноября учащиеся 10-х классов всех образовательных школ эскетима показали высокий уровень начальной военной подготовки. Проводить соревнования среди молодежи допризывного возраста в эскетиме давно стало доброй традицией. Старательно и основательно к подготовке относятся юноши, но и отдельные представительницы прекрасной половины человечества считают, что способны сослужить добрую службу своей родине. Мне больше всего интересуют гири. Я уже с 10 лет их поднимаю. Автоматы тоже интересно разбирать, собирать. Поддерживаем друг друга. Если вдруг что-то не можем, то говорим, как будет легче намного. Что будет легче сделать, как автоматы разобрать, как поднять. Как, например, тебе бежать, выдох-вдох на каждом шаге, когда бежишь. Хороший у нас капитан. Я готов уже сам. Сам готовлюсь уже к армии. Дома упражнения всякие делаю, чтобы прийти в армию уже довольно более крепким, чтобы командир не так сильно гонял. Спартакиады, как ты считаешь, способствуют подготовке? Да. Это проверка своих сил в дальнейшем. Военное дело – это очень трудное дело. К этому, по крайней мере, я отношусь положительно. В военном деле должны участвовать не только юноши, но и девушки. Это не только мужская профессия. Девушки тоже очень много значат. У нас в школе даже по той же самой сборке-разборке автомата я лучше других юношей. Это в каких-то более точных, ну и резких степенях. А по силе в основном это юноши. Я на протяжении четырех лет проходила к руководителю Алексееву Алексею Николаевичу и готовилась не только к спартакиаде, а к будущей военной деятельности. Рязань. Рязанское высшее воздушное десантно-командное училище. С напутственными словами в адрес участников спартакиады выступили официальные гости, среди которых всегда непременно присутствуют руководители администрации и управления образованием, военный комиссар, депутат горсовета. У вас еще есть время, чтобы стать сильнее. У вас еще есть время, чтобы понять, что воин в виду – это обязанность каждого мужчины. У вас есть возможность сейчас узнать больше о службе ВАДы. Сегодняшняя спартакиада – это еще один шаг к этим целям. Сегодня победит самый сильный. А из самых сильных команда отправится защищать честь города на красные соревнования. Я желаю вам, чтобы борьба была упорной, а победа достойной. Поздравляю вас в проведении мероприятий. Пятый спартакиады, добрый зерно, молодой же города Светимы. Все это позволяет передавать вам с поколениям поколения уважение к родному городу. Чувство товарищей, любовь к родной земле, верность Родине. Насколько сильной и беспособной будет наша армия, во многом зависит от вас. Будьте же честны, не спередируйте в своих делах. А вы давайте военному. С праздником! Служба в армии делает из ребят настоящих мужчин. Служба в армии заказывает свое мужество, честь и добрость. Сегодня у вас первый этап подготовки к этому благородному занятию защищать родину. Желаю всем ребятам крепкого здоровья, удачи, везения в России. Благословлять воинов на ратные подвиги во все времена на Руси приходилось духовным людям. На спортивные свершения ребят напутствовал отец Алексий, руководитель ипорхиального отдела по делам молодежи. Все-таки очень отрадно, что в России есть такая молодежь, благодаря которой наша родина еще стоит, простоит. И в будущем, наверное, если у нас, ну, если так можно выразиться, мужская сила не иссякнет, наша родина будет хвалиться из подробников и за рубежом, и здесь, и между собой. Но самое главное, чтобы вы имели очень большое, давали большое значение уважению друг к другу, уважению выбора друг к другу. Потому что в этом как раз-таки единия и сила. Та сила, которая может дать отпор. Сама церковь, она разрешает, благословляет, помогает, молится за тех людей, кто как раз, вот, наверное, движет свои силы в правильном направлении, в защите своих родинок с праздником. Показательные выступления спортсменов русского боевого искусства, занимающихся под руководством тренера преподавателя Власова Виктора Юрьевича, добавили моменту праздничного, волевого настроя. И пусть приемы рукопашного боя юношам применять придется не в ходе спартакиады, а лишь в армии, наблюдали за боем они заинтересованно и сосредоточенно. Сразу же после торжественной церемонии открытия главный судья спартакиады рассказал участникам общий порядок проведения испытаний. Четырем представителям команды предстояло в ходе сдачи норм индивидуальной подготовки отжиматься из положения лежа. Двум – собирать и разбирать автомат на время. Двум – наиболее сильным – поднимать гири. Прежде всего, я ни разу в жизни не рвал гирю. А когда начал делать, я понял, что у меня легко, оно идет. Я понял, что я могу сделать много раз. И я хотел сделать как можно больше, потому что хотелось стоять в честь своей школы. Мне рекорд был – это 100 максимальный. А сейчас не удалось. Давно просто тренироваться перестал. Но все равно в команде работать куда лучше, чем одному. То есть люди стоят, поддерживают. После демонстрации индивидуальной подготовки ребятам предстояло пройти второй командный тур испытаний и перетягивание каната. Эстафета в себя включает несколько забегов. Вот первый участник у нас после старта разбирает автомат Калашникова. Второй участник его собирает. Третий участник преодолевает дистанцию в защитном комплекте. Он его одевает и преодолевает дистанцию в защитном комплекте. Четвертый этап сразу у нас получается. Три участника, два участника непосредственно участвуют. Третий – это пострадавший, переноска пострадавшего. Затем переноска ящика с боеприпасами. И финиширует у нас участник, который бежит в военной амуниции. Все этапы эстафеты были сложны, но интересны. Только переноска ящика с боеприпасами чего стоит? Во-первых, он неудобный. Во-вторых, все ящики с боеприпасами тяжелые. Насколько я знаю, самый легкий ящик с боеприпасами весит 16 килограмм. Так как у нас еще добрызывники, у нас, разумеется, они немножко полегче. Главное, чтобы они попробовали, как это делается, насколько это удобно. И, в общем-то, применили свою подготовку для того, чтобы показать результат. Все результаты выступлений команд суммируются, вычитаются штрафные баллы. И выявляется победитель, которому предстоит отстаивать честь города на Спартакеаде до призывной молодежи Новосибирской области. В этом году победителями стала команда первой школы. На втором месте школа номер три. На третьем – одиннадцатая школа. Были отмечены наградами и те ребята, которые показали высокий результат в индивидуальных видах спорта.